Сегодня в Гомеле прошел областный форум, присвященный конституционному реформованию. Мета с встречи подвести выники широкого диалоговых пляцовок, которые отбились у Мазыры и Гомеле. Основные идеи, вызначенные подчас форума, будут обмерковаться на Всебелорусском Народном Сходе. Миколай Скинтиян с подробностями. В зале администрации свободной экономической зоны Гомель-Ратон, керавництва области и города, политические деятцы, депутаты, представники партии, предприемства и установ. Складанная эпидемичная ситуация не стала перешкодой. Удельники выкарыстовуюсь маски и социальное дистанциевание. На парадку дня – пытания, с якими связана будущая краина. Шерах тем для обмеркования саправды широкий. От партийного будовництва до удоскональования сферы физической культуры и спорту. По каждой теме есть конкретные пропановы. Сярод пропановы, які огучили спикеры, перагляд пауномодства представников улады, измен аппаратку на значение керавников администрации районов и многое інше. Экономика – так сама важная частка диалогу. Актуальная инициатива – створение клубу молодых лидеров. У перспективе его члены – активные и мытанагерованные. Стануть будущими керавниками предприемства и организаций. И еще одна хвалюющая тема – аддукация. Пандемия COVID-19 унесла коррективы у научальный процесс. Тому его законодавчая основа так сама потребует измен. Мы предлагаем разработать нормативный правовой документ, который определит порядок организации дистанционного обучения учащихся, создаст единую национальную систему электронного образования. Дискуссия подчас форуму оживленная и шматгранная. Удельники говорят о плюсах и минусах деючих законодавства, иснуючих проблемах и методах их выращения. В бюджете на науку мы считаем образование медицины выделяется недостаточно средств. Если мы хотим, чтобы эти направления были всегда на уровне, то, соответственно, и бюджетирование должно быть соответствующее. Удоскональвание Галины культуры – тема, якой ранее присвятили две панельные дискуссии. Пропановы по развитию сферы уключают множество питаний организационного характера. Внесение изменений, наверное, уже в узкопрофильное законодательство, которое регламентирует и какие-то штатные вопросы, штатно-численные, которые регламентируют и финансирование через День культуры, и в том числе регламентируют и некие статистические учетные показатели для зачета, и в том числе по внесению изменений в законодательство по поводу заключения целевых договоров на обучение специалистов в среднеспециальных учебных заведениях в сфере культуры и высших учебных заведениях в сфере культуры. Активный удел молоди у диалоговых пляцовках подтвердил. Яна не обыяковая далёс Украины. Молодые и инициативные пропановали множество корыстных идей. Самое актуальное прогучали сегодня на областном форуме. Одна из проблем, которую выделили молодые люди, с которой они сталкиваются из года в год, выпускаясь из своих учебных заведений, к сожалению, они редко имеют представление о том, какую специальность они получают и редко имеют представление о своём настоящем рабочем месте. Поэтому было выдвинуто предложение на законодательном уровне закрепить за учреждениями образования и за нанимателями на постоянной основе ознакомление абитуриентов со своим будущим рабочим местом, со своей будущей профессией, что позволит нашим выпускникам более чётко осознавать, куда они хотят идти учиться, и позволит выпускать более качественных, высококлассных, я бы даже сказала, специалистов, которые будут оставаться на своих рабочих местах и приносить им только пользу. Областный форум аккумулявал лепшие думки минулых панельных дискуссий. Регион зарабил свой крок на шляху дозмен, конструктивно и цивилизованно. Миколай Скинсиян, Валера Гапанько, Телерадоя, компания Гомель.